Витаю, шановное спадарство! У эфиры короткий выпуск новинов. У студии для вас працует Анастасия Русецкая. Запрашаю. Европейский парламент признал Лукашенко судельником злочинства у России с упроти Украины у приватности депортации детей. Про это говорится у резолюции об отношениях с Беларусью, опубликованной на официальном сайте Европарламенту. Забеспечиваючи умовы для неаправданной российской агрессивной войны с упроти Украины, режим Лукашенко стався судельником злочинства учиненных Россией, что предугледживает отказность за разбурение шкоды Украине. У совязи с этим евродепутаты меркают, что специальный международный трибунал об злочинствах России с упроти Украины повинен иметь полномодствы расследовать не только учинки Путина и российского политического керавництва, но и керавництва Беларуси. Александр Лукашенко скерувался с працовным визитом у Россию. На завтра запланованная встреча с Владимиром Путиным на перемовах мают обмерковать международный парадок и региональную проблематику, а так само супольная задача у промысловости сельской господарцы и вопроса импорта замещения. Близкий до пресс-службы Лукашенко телеграм-канал пол первого стверждает, что перемовы Лукашенко и Путина были запланованы ранее, сгодно с графиком встречи. Попередний визит керавника Беларуси до российского лидера был у конца люпения. У Беларуси сбираются цитаты на вести парадок с экстремистской литературой у библиотеках. Выдавать ее хочут по специальным дозволям. Про это оповели у эфиры телеканалу Беларусь-1. Пропагандисты заявили, что знищить усе экстремистские книги складана. До того же часа мне не потребны специалистам для написания навыковых працев або расследований. У национальной библиотеки такие книги заховывают у специальным сховищем, но в законе не прописано, в каких случаях их можно выдавать читачам. Намесник генерального директора спадяется на законодательное регулирование. Мы працуем над этим пытанием и будем спадяваться, что ближайшим часом этот законодательный пробел будет укладен. Теоретично обмежованному колу крыстальников при специальном дозволе можно будет этими документами скрыстаться. Прокуратура тем часом сочить, как признанную экстремистскую литературу не продавали у крамах на интернете. У першую чергу прокурора утекавить исторические книги. Лагерь вагнеровцев увез цель, каля Асиповича протягиваюсь разбирать. Прагета свечить с подорожников из дыма за 9 вересня, кей отримала Радео Свобода от сервису Planet Labs. З его выникает, что с 23-го дня разобрали еще каля 60 великих войсковых наметов, различных, прикладно, на тысячу особов. Куды могусь перевести гэты наметы и ті пакинули территорию Беларуси найметы Вагнера, невядома. Усяго с початку жнивня по падликах журналіста у Радео Свобода у лагеря разобрали при намсі 160 жилых наметов с приблизна 273, які там были. З гэтыга можно зарабіць виснову, что ложка у маглі пазбавіцца каля 3000 наймета у группы Вагнера. У Гомле у закрытым режиме сузяць музыка у вядомага коллективу Тор Бенд. Яуген Бурлот, Дмитрий Галавач і Андрей Яремчик обвинавачуваюцца у распальванні ворожасці, стварэнні экстремісткага фармавання або удзеліў ім, дискредітація Республіки Беларусь ды абразі Лукашэнкі. Затрымалі удзельнікаў гурта літаць ў Кастрычніку разам з жонками. Далі сотні і штрафы ў справе абраз паўсюдзі экстремісткіх матеріялав. Пазній родных адпустіля, музыкі адбылі арыш тройчы па 15 дзен запар, пасля чаго сталіся фігурантамі крымінальны справы. Песні гурта, саціяльнае сеткі і лагатып былі прызнаны экстремісткімі матеріяламі, а сам каліктыв абвістілі экстремісткім фармаванням. Папулярнасць ў Беларусі тортбэнд займіў на хвалі пратэстаў 2020 года. Шмат які песні былі хітамі з мільйонам праглядаў. Вайсковая контрвыветка СБУ і ВМС Украіны правялі ўначы унікальную спецопірацію каля Єупатореі. Быв знішчэнный росейскі комплекс паветранай абароны «Трыумф», які каштуе адзін мільярд звесці мільйонав долароў. Пра гэта выданню РБК Украіна расказалі крыніцы у СБУ. Паводля суразмовцав па цэлі ефіктывна адпрацавалі біспілотнікі і ракеты «Нептун». Спачатку біспілотнікі СБУ паразілі в очы комплексу радары і антэны. А пасля вывядзення з ладу радалакаційных станцій ў падразделенні ВМС двума крылатымі ракетамі «Нептун» ўдаралі па пускавых комплексах С-300-400 «Трыумф». У століці Велікай Брэйтаніі ў Барбікані сёня адбудзіцца перад прэм'єрны паказ спектаклю «Дзікая палявання Караля Стаха» Беларускага свабоднага театру. Белсат ў супрацею са свабодным театрам і толькі адзін раз пакажа прэм'єру. У вечаровым ефіры ў суботу а 20.40 паводлі Менскага часу. Спектакль «Дзікая палявання Караля Стаха» паводлі твору Владіміра Караткевича. Гэта синтэз оперы драматычнага театру, мультымедеў і живой музыкі. Жанр называюць гатычным нуарам. На сцену выйдуць артысты з Беларусі ды Україны. Мова спектаклю – беларуская. Калі вы глядзіте гэта выпуску Ютубе, заклікаю ставіць ў падабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Уменіна гэтым ўсё. Вынікі дня, а так сама аналітыку падзею глядзіте ў вечаровых выданнях «Аб'єктыву і студы» на таліканалі Белсат.